здравствуйте новый мастер-класс от канала лайк 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 сегодня я вас научу как сделать вот такой вот прикольную шляпу липрикона так для этого нам понадобится на основу я взяла вот обычный старый диск и один у меня пойдет на низ вот вы можете видеть четко и 2 я просто беру ножницы обвела какую-нибудь формочку я не знаю коробочку из-под крема вы можете взять обводим и начинаем вырезать основа может быть чуть чуть меньше чуть чуть больше это зависит от того какую шляпку вы хотите ну а вот это основная часть она уже как бы соответствует размеру диска вам не нужно ничего вам не нужно ничего резать вот дальше я беру ткань так как у меня была шляпа липрикона то я взяла зеленую ткань тку темно-зеленый вот и я вам начинаю обшивать наши диск один и второй если вы будете делать шляпу например для какого-нибудь другого костюма то сможете или для какого-нибудь образа вы сможете взять ткань другого цвета и шляпка ваш получится другой вот я беру кусочек ткани и вот так вот обверну его лишнее можно отрезать и вот таким вот образом просто нужно его сшить можно вообще не стараться как бы сшить быстро но качественно чтобы у нас она нигде не выскальзывала была такая плотненькая получается как бы основа не основа прошу прощения верхушка сейчас я делаю верхушку вот ну ее основа делается точно таким же образом вот здесь так надо подтяните почему я говорю что здесь можно не стараться потому что все равно эта часть она спрячется у вас если вот все довольно быстро просто и понятно по моему теперь смотрите точно таким же образом я делаю обработку своей основы то есть крупного диска на здесь нужно уже постараться немного аккуратнее это все сделать вот и что же я вот это у нас получается вверх такой же низ и вот здесь чтобы обшить мою сторону боковую я буду использовать кусочек картона и опять же ту же самую ткань которую я взяла зеленый бархат не забудьте померить достаточно ли вашего картона посмотрите огибает ли он верхушку шляпы то есть достаточно ли нашего картона теперь берем нашу картонку то есть на ту высоту на которую у вас должна быть ваша шляпа можно взять конечно же пониже можно взять повыше смотря какую вы хотите сделать по этому принципу вы можете сделать и какую-нибудь другую шляпу просто тогда в качестве основы не используйте диск а что нибудь побольше и так нашу картонку на ткань и просто вот так прошиваем полностью весь вот этот краюшек вот так аккуратненько прошиваем она у нас получается полностью закрытая можно прошить со всех сторон потом складываем да как бы огибаем складываем и сшиваем вместе потом пришиваем вот этот низ который у вас уже тоже должен быть готов в качестве отделки вот просто золотистая у меня была бумага он сейчас я вам покажу ее вот обычно золотистая бумага так как мне это нужно было просто для фотосессии как бы там не было особо видно вы можете использовать что-нибудь другое так зависит от вас и такую черненькую декоративную тоже ленточку я приделала чтобы максимально было похоже на шляпу липлекона для того чтобы ее можно было закрепить на волосах я взяла обычную такую заколку вот такой вы видите простая заколка и с ее помощью я прикрепила эту шляпку на волосах сейчас вы можете увидеть несколько кадров с фотосессии по моему получилось прикольно делается очень быстро вообще без особых затрат по деньгам и по материалам вас уже такое дело покажу вам еще вот такие вот гетры которые связала моя коллега по работе тоже вязальщица и подарила их мне для фотосессии а еще здесь сделаны такие красивые клевер очки из кожи сейчас тоже вам покажу их более крупным планом также можно закрепить эту шляпу на обруч и так как она небольших размеров маленькая если захотите пришейте к ней по низу обруч здесь ничего сложного тоже я думаю для вас не будет дорогие мои рукодельницы всем спасибо за просмотр надеюсь научила вас чему-нибудь новому чему-нибудь полезному подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем пока